Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты 1-го Карагандинского и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Несколько городов Казахстана могут получить отопление позже всех и в холодное время, считают дальнобойщики. На выезде из специальной экономической зоны Сарарка камазы, груженные трубами, не пропускают на таможне. Трудная жизненная ситуация карагандинки Светланы Азаровой. Полгода назад ее выгнали из квартиры с семью детьми, а несколько месяцев назад умер ее супруг. Женщина сейчас в положении. Теперь она вынуждена скитаться по соседям и знакомым. В карагандинских детских садах увольняют логопедов. С начала учебного года под сокращение попали уже 10 специалистов. Несколько городов Казахстана могут получить отопление позже всех и в холодное время, так считают дальнобойщики. На выезде из специальной экономической зоны Сарарка камазы, груженные трубами, не пропускают на таможне. Изменились правила получения сертификатов кассодержания. А еще без него невозможно на льготных условиях вывести продукцию из свободной экономической зоны. Ремонт теплосетей идет не только в Караганде. Стальные предизолированные трубы, которые изготавливаются на карагандинском заводе, должны отправиться в Казаларду, Чемкент и Тарас. Но из-за изменений правил получения сертификата новой формы, десятки груженных камазов не могут пересечь таможенную границу. И, соответственно, какие-либо ограничения на распоряжение этим товаром не должны налагаться, потому что это фактически товар таможенного союза. И сейчас мы должны это доказать. Но последние правила, утвержденные постановлением правительства Республики Казахстан, а также правила, утвержденные приказом исполняющего обязанности министра инновации и индустрии, они не позволяют нам доказать данный факт. Сотрудники данной компании написали письмо в Торгово-промышленную палату Республики Казахстан с просьбой позволить выпускать продукцию и получать соответствующий сертификат. Заказчики из южных регионов обеспокоены тем, что три города Казахстана вовремя не получат отопления. Единственный завод в Казахстане, выпускающий экономическую предизолированную трубу, есть только в Караганде. Но даже внутри своего государства возникают проблемы доставки труб. Мы приехали из Казларды. Уже неделю тут стоим. Сами готовим, спим в КамАЗах. Говорят, обещают, что пропустят, но когда – неизвестно. На данный момент ведутся переговоры между руководителями фирм, национальной палаты и другими органами. Лариса Хусынова, Жаслан Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде собрались акимы всех уровней, чтобы решать актуальные вопросы развития сельских населенных пунктов. Участники семинара ознакомились с основными элементами модернизации государственной службы в республике и получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. На открытии мероприятий присутствовали акимы городов и районов, акимы сельских округов и поселков, руководители областных территориальных управлений и руководители аппаратов акимов. На семинаре были обсуждены вопросы развития местного самоуправления, а также подробно даны разъяснения о мерах государственной поддержки сельхозпроизводителями в рамках программы «Агробизнес-2020». Я думаю, что семинар даст для нас еще больше опыта, чтобы в дальнейшем нашем работе использовать этот опыт, который будет в жизни нашего села реализовываться. Сегодня решение многих жизненно важных вопросов находится в сфере ответственности именно местных акимов. Благополучие и улучшение качества жизни сельчан зависит не только от успешной реализации государственных программ, но и от непосредственного их участия в решении вопросов местного значения, отметил руководитель аппарата Акима Карагандинской области Жанат Искаков. Как вы знаете, сегодня решение многих жизненно важных вопросов находится в сфере ответственности местных акимов. Благополучие и улучшение качества жизни сельчан зависит не только от успешной реализации государственных программ, но и от активного участия в решении местного значения. Кроме того, были затронуты не менее актуальные вопросы обеспечения правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан и профилактики правонарушений в сельской местности, а также формирования бюджета. На диалоговой площадке участники семинара обменялись опытом в реализации государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» и могли пройти комплексное тестирование. Мы здесь много-много услышали, узнали. Также по этой программе в сельской местности открываются новые рабочие места. Все в дальнейшем в этом семинаре. Думаю, очень полезно будет для наших работников, для работников сельского хозяйства. Это очень полезно. Как известно, итогом семинара явилось совещание под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова. На нем были подробно обсуждены вопросы о создании эффектной системы органов местного самоуправления, способных оказать помощь государству в проведении социально-экономических преобразований и решении различных вопросов местного значения. Аким из сельских населенных пунктов – это то первое звено в системе государственной власти, которая работает непосредственно с населением области и представляет власть на местах, всю вертикаль власти. Каждый присутствующий здесь Аким несет особую ответственность за повышение благосостояния качества жизни каждого жителя на своей территории. В завершении председателя рекомендовала Акимам городов и районов организовать семинары для членов местных сообществ о необходимости проводить серьезную и активную, в том числе и информационную работу с населением. В Казахстане нет жилья. Так сказали в отделе ЖКХ города Караганды многодетные матери, которая стоит в очереди на квартиру восьмой год. Героиня нашего следующего сюжета Светлана Азарова оказалась в очень трудной жизненной ситуации. Полгода назад ее выгнали из квартиры с семью детьми, а несколько месяцев назад умер ее супруг. Женщина сейчас в положении. Теперь она вынуждена скитаться по соседям и знакомым. Светлана Азарова семь лет назад через Акимат города Караганды получила разрешение на заселение в пустую квартиру. Хозяйка на тот момент проживала в Алматы. Светлана вместе с детьми и мужем обустроила квартиру, вынесли весь мусор, в общем привели жилье в человеческий вид. В 2008 году многодетная мать встала в очередь на квартиру. Она часто проверяла, как продвигается очередь. В феврале этого года объявившаяся хозяйка жилья решила обменять эту квартиру. И многодетной семье пришлось съехать. Это адвокат ее на опять звонит и говорит. Так и так, говорит, срочно надо освобождать квартиру. Все, короче, срок. Если, говорит, сейчас вы не освободите квартиру, то, говорит, приедут эти исполнители, судебные исполнители, они вас все, говорит, с окна все выкинут. И ваших детей, говорит, всех на улицу выбросят. Вот. Потом это, я ладно, говорю, ну мне идти-то некуда. Я сына как раз интернату забрала в этот момент. И она мне звонит и говорит, я предоставляю тебе жилье. Адвокат хозяйки квартиры временно заселила многодетную семью в нежилой дом и пообещала помочь с получением квартиры. На тот момент Светлана уже была в положении, но все равно старалась зарабатывать. Летом случилась большая трагедия. Муж Светланы утонул на речке. Семья потеряла свою опору. Через какое-то время к ним заселили мужчину, который часто выпивал. Когда Светлана была на работе, мужчина матерился на детей. 7 сентября этого года беременную женщину вместе с детьми снова выгнали на улицу. Я вечером до вечера освободила к дочке на Федоровку. Поехала. Жила до вчерашнего вечера у нее. Потом ночевала вчера на четвертом этаже у соседей. Мир не без добрых людей. За те 7 лет, что Светлана прожила в пустующей квартире, никогда не было конфликта с жильцами. Соседка Татьяна впустила семью на время. Но ни дети, ни сама Светлана стараются не быть обузой. Большую часть времени проводят на улице. Даже детей расчесывают во дворе. Что делать и как жить дальше, пока никто не знает. Мы обратились в отдел жилищных отношений и нам ответили, что временное жилье сейчас не дают. В первую очередь заселяют сирот, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В первоочередном порядке, либо безочередности мы не имеем права предоставить жилье ей. Ей необходимо ждать своей очереди. Либо у нее есть возможность принять участие в госпрограмме по направлениям, либо через Жилстройбанк, либо через казахстанскую платежную компанию. Заведующий сектором жилищного хозяйства города Караганды назначил встречу Светлане Азаровой. По его словам, они будут пытаться получить жилье по государственной программе. Мы держим на контроле это дело. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Продолжаем выпуск. Чем занимались целый год? На очередной сессии городского маслехата о работе за минувший год рассказал председатель постоянной коммунальной комиссии. Все, что касается строительства и жилья в Караганде, а также коммунальных служб и транспорта, введение именно этой комиссии маслехат. Сергей Высокосов тоже слушал доклад депутатов. Подробнее в его сюжете. Жилищно-коммунальное хозяйство – сложная социально-экономическая система. ЖКХ обеспечивает жизнедеятельность всего нашего города. На развитие содержания жилкомхоза в бюджете нашего города предусматриваются значительные средства, поэтому работе этой комиссии в городском маслехате уделяется большое внимание. Великолепная «Восьмерка», как и другие их коллеги по маслехату, совмещает свою основную работу с депутатскими выездами и заседаниями. А так как в составе комиссии есть руководители городских коммунальных предприятий, это существенно облегчает работу и делает ее более профессиональной. Одним из основных вопросов рассматриваем постоянной комиссии – это подготовка к отопительной сезону и его прохождению. Ежегодно депутаты стоят выезды не только на сами предприятия, слоя, такие как Караганда-Жарек, Караганда-Су, Теплотранзит, Караганда-Энергоцентр, но и на объекты, включая план подготовки к отопительной сезону. В текущем году это были распределительные подстанции ТО «Караганда-Жарек» западные, Новый город, Сантехническая, Жарек. Так, объекты Караганда-Су на собственной станции западные, в участке произведения замены водопроводных труб, а также было устроено место разрытия. На объекты жилого фонда города. Все, что касается строительства и жилья в Караганде, а также коммунальных служб и транспорта, охраны окружающей среды и природопользования, и даже торговли, в ведении именно этой комиссии Маслехата. Ее участники вносят предложения по установлению льгот, регулированию земельных отношений в соответствии с законом, принимают участие в разработке и реализации мероприятий и правил по вопросам генеральной застройки города, благоустройства, озеленения и санитарной очистки Караганды. С выездом на объекты были рассмотрены такие вопросы, как ремонт и функционирование автомобильных дорог, благоустройство дворов, озеленение, освещение, санитарное состояние дороги, и даны соответствующие рекомендации с учетом продолжения избирателей. Также о необходимости совершенствования выполненных программ, содержит дворовые указы, с учетом закрепления подрядчиков за определенные территории. Комплексный подход к вопросу ремонта дорог, с обустройством ливневых систем, тротуаров, заездных карманов, постоянно поднимаются вопросы о необходимости усиления ответственности технической и авторской надзоры при проведении строительных и ремонтных работ. Также были организованы и проведены заседания, в том числе выездные последующим образом, о необходимости проведения противопоставных мероприятий, о теплооснабжении малых поселков, на выполнение программы учет, хранение, оценки, реализации имуществ, поступивших в коммунальную собственность, о создании форм управления жилым фондом, о подтверждении норм накопления коммунальных отходов и многие другие. Пассажирский транспорт и перевозки – одна из главных тем, которые интересуют депутатов постоянно. Народные избранники мониторят движение отдельных отобусных маршрутов, особенно в вечернее время, соблюдение графика движения, изучение обеспеченности общественным транспортом жителей отдаленных от центра районов. Беусловно, положительность двиг к реализации программы пассажирский перевоз здесь. Однако, анализ поступившихся обращений к организации статистические данные о дорожном транспортном прошествии с участием транспортных средств, осуществляющих перевозок прошествий. Свидетельство о том, что уполномоченным органам и автоперевозчикам не предприняты достаточные меры для достижения поставленной цены. Постоянная комиссия работает в данном направлении, будет продолжено. В Маслихат очень часто поступает обращение граждан по коммунальным вопросам. Хочется отметить, к примеру, что при содействии городского Маслихата в связи с неоднократными обращениями жителей решен вопрос об освещении улицы Осевой, поселок Кирзавод-3-4, где расположены школа, жилые дома и конечная остановка автобуса. Также был решен вопрос по опорам освещения на улице Ломоносова. А еще депутаты из коммунальной комиссии Гор Маслихата активно участвуют в записи телепрограмм на злободневные темы, вместе со своими коллегами рассматривают и утверждают бюджет города и проводят многочисленные выезды на самые различные объекты. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Народные избранники согласовали новой перечень земельных участков в Караганде, которые собираются выставить на торги. В основном они предназначены для строительства гаражей, торговых точек и общепита, развлекательных и спортивных центров. Девять земельных участков, которые пойдут с молотка депутатам на очередной сессии Городского Маслихата презентовал заместитель Акима города, который курирует эти вопросы. Квартов 1 строительство и дальнейшая эксплуатация досуга развлекательного комплекса. 12 микрорайон строительства и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса. Улица Карбыша строительство и дальнейшая эксплуатация ресторанов, кафе, пистру, пивных трактиров, столовых. Микрорайон 16-й у дома 1 строительство и дальнейшая эксплуатация жилых домов до пяти этажей. 12 микрорайон, район дома 51 строительство и дальнейшая эксплуатация торгового профессионального комплекса. Улица Охотка, строительство и дальнейшая эксплуатация индивидуальных гаражей. Два штуки, два объекта. Прошу депутатов утвердить представленный перечень. В карагандинских детских садах увольняют логопедов. С начала учебного года под сокращение попали уже 10 специалистов. Новость об этом не понравилась в первую очередь родителям. Они считают, что квалифицированных кадров в этой отрасли и так мало, поэтому это не лучшее решение. Сегодня с недовольными родителями встретился наш корреспондент Аймамрина. Алия Мухина – одна из тех, кто совсем недавно получил уведомление об увольнении. Ее об этом руководство детского сада Айяла предупредило всего несколько дней назад. По словам Алии, кроме нее в саду работают еще три логопеда. Но сократить почему-то решили именно ее, единственного казахскоязычного специалиста. Расстроенная женщина пока не решила, куда идти дальше. Знает лишь, что работы в центре занятости нет. На сегодняшний день у меня двое детей взрослых, учатся в университете. Также у меня есть кредиты ежемесячные в размере 50 тысяч деньги. Хотя зарплата у меня маленькая, 40-45 тысяч. Как-то мы перебивались. Не знаю, как дальше быть теперь. Недовольны сокращением логопедов и родителей. По словам Раушаной Магомбетовой, когда-то она специально отдавала своего ребенка в эту казахскую группу. А теперь дети опять останутся без квалифицированного специалиста. Нас возмущает, что именно казахского логопеда сокращают. Потому что мы знаем, что есть три логопеда в детском садике Айяла русскоязычные. Надо сократить одного русскоязычного, но оставить на государственном языке, как мы живем в республике Казахстан. Еще одна родительница Рысалды Кусаинова намерена отстаивать свои права. Для этого она хочет собрать родительский совет, обратиться к администрации дошкольного учреждения и руководству городского отдела образования. Она, как и остальные, не согласна с сокращением логопедов, ведь детям нужна помощь. Узнав о том, что в детском саду являются три логопеда, ведущие на русском языке, и одна всего лишь, одна на весь детский сад логопед на казахском языке, естественно, все родители возмущены в плане того, что ее сокращают. В городском отделе образования нам ответили, что сокращают не всех логопедов. С сентября потеряли работу около 10 человек. Происходит оптимизация. Количество специализированных групп уменьшится. Сейчас в детских садах уплотняются группы. И если раньше логопед занимался с 15 малышами, то сейчас их количество будет увеличиваться. Таким образом, родители уже получили еще 300 дополнительных мест. Так они пытаются решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Ведь в очереди сейчас стоят больше 22 тысяч малышей. Из них 7 тысяч должны были пойти в садик в этом году. По нашим сведениям, уже несколько человек устроились в частные развивающие центры, в какие-то другие организации. Вот на 1 октября мы сделаем мониторинг вот этой вот ситуации. Постараемся, конечно, всех специалистов, которые не будут устроены, устроить в нашей организации образование. Родителям в отделе образования посоветовали обратиться в коррекционные группы. Таких у нас в городе два. Там работают не только логопеды, но и психологи. Детям окажут помощь бесплатно. К тому же сейчас работники образования думают над открытием логопунктов в каждом детском саду. Именно так возможно и решаться проблемы трудоустройства уже уволенных специалистов. Аймамлина Исламбегуспан Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Для казахстанцев риск заражения туберкулезом станет значительно ниже. Об этом стало известно в ходе семинара, на котором огласили методы борьбы с заболеванием. В семье в областях Казахстана уже стартовал проект под названием «Трансграничный контроль по туберкулезу среди мигрантов». Подробнее расскажет Диана Рамазанова. На сегодняшний день туберкулез по заболеваемости занимает ведущие места. Число больных растет. Болезнь особенно развита у мигрантов. Они живут без регистрации и не имеют доступа к медицинским услугам. Статистика показывает, что за нынешний год в Карагандинской области число зараженных увеличилось до 4236 человек. И у нас в городе Караганде исполнителем данного проекта является общественное объединение УМИД. Выполнять данный проект. Актуальность проблемы, наверное, в том, что в общем-то трудовые мигранты, которые прибывают из регионов Центрально-Азиатского региона, это люди, которые, в общем-то, практикуют опасные поведения, живут в таких условиях, скученных, так скажем, неполноценное питание. Все это способствует росту инфекционных заболеваний, в числе которых особо опасность представляет туберкулез. На данный момент организована система перенаправления и социального сопровождения трудовых мигрантов с симптомами туберкулеза на диагностику и лечение, а также больных ждет индивидуальная консультация с психологом, социальным работником и юристом. Для выявления заболевания мигрантам следует пройти флюорографическое, рентгенографическое обследование и сдать необходимые анализы. На данный момент с мигрантами работают от РИЧ-группы. Они проводят беседы и раздают информационные листовки. По словам специалистов, незнание местного языка затрудняет общение, а также незнание законов – еще одна преграда для мигрантов, ведь они могли бы обследоваться бесплатно в городских поликлиниках. Диана Рамазанова, Исланбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Английский бизнес. Профессор из Великобритании учил карагандинских студентов создавать стартап-проекты. Сегодня с визитом в наш регион прилетел руководитель бизнес-направления английского колледжа Шеффилд Эндрю Сейл. Он встретился с молодежью и поделился с ними секретами ведения бизнеса. Эндрю Сейл – профессор английского колледжа Шеффилд, специализируется на обучении будущих бизнесменов. Гость знает о этой сфере не понаслышке. Он бывший предприниматель, 20 лет занимался в сфере крупных поставок. Приехав в Казахстан, Эндрю отметил любознательность и дружелюбность нашей молодежи. Здесь, в Караганде, я хочу поделиться с молодежью своим опытом, рассказать им о принципах ведения бизнеса, научить создавать стартап-проекты. Ваши студенты очень приветливы. Это мой первый визит в вашу страну, надеюсь, не последний. На встречу с зарубежным гостем, которая состоялась в Карагандинском многопрофильном гуманитарно-техническом колледже, приехали студенты со всей области. Они привезли сюда свои проекты. Учащийся третьего курса Архан Абенов – будущий программист и на семинар попал не случайно. У него уже есть несколько бизнес-идей. Я давно уже интересовался бизнесом, я о стартапах и о предпринимательстве. И для меня это не будет лично узнать об основах бизнеса. Сейчас у меня есть немного, примерно три примера бизнес-плана написанных. Это заключается компьютерный клуб, тренажерный зал и продажа ходов. Студентка второго курса Тимирсталского колледжа торговли и питания Евгения Клыкова тоже приехала послушать Эндрю. Будущий повар хочет открыть компанию по предоставлению кулинарных услуг на дому. Для начала даже офиса и не надо. Просто нужен домашний телефон, либо сотовый интернет. Это будет договоренность между клиентом и рабочим. Они будут договариваться во сколько, когда, сколько, какую сумму и какой объем. Встреча прошла в диалоговой форме. Студенты задавали вопросы, профессор отвечал на них. По словам организаторов семинара, в будущем такие мастер-классы будут проводиться чаще. Аймам Рина, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В завершении еще об одном. На глазах у удивленных горожан на одной из остановок Караганды произошло задержание молодых людей, совершивших разбойные нападения. Все произошло быстро, эффективно и все было зафиксировано на видеокамеры Центра оперативного управления. 16 сентября на пульт полиции 102 позвонил молодой человек, который сообщил, что двое неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, завладели сотовым телефоном. При помощи камер видеонаблюдения подозреваемые были замечены. Их координаты были переданы экипажу полка дорожно-патрульной полиции. В течение 15 минут подозреваемые были задержаны. У задержанных молодых людей были изъяты пневматический пистолет и похищенный сотовый телефон. Так, при помощи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции было раскрыто разбойное нападение. На данный момент в отношении задержанных проводится досудебное расследование за разбой на нападение на гражданина. Отъем телефона расценивается как разбой. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Аман Саугландстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова